Дневник По событиям, кроме игр, на самом деле сказать-то особо нечего Поэтому данный дневник я бы хотел посвятить не столько турниру, сколько разъяснений некоторых вещей, связанных с турниром Для начала я бы хотел сказать, конечно же, про тему, которая уже в комментариях поднята Ну, соответственно, это моя прическа Собственно, ребят, не знаю, можете говорить, что моя прошлая прическа была ужасной Можете говорить, что эта прическа ужасна Я не знаю, зачем вы это делаете Вы думаете, что если вы скажете, что если один из десяти комментариев будет твоя прическа хреновая, то я её поменяю Да нифига подобного, я просто причесываюсь так, как мне нравится Это бессмысленные комментарии, пожалуйста Не, вы можете их писать, но смысла от них никакого У меня не бомбит, у меня не горит, не пригорает Так что мне абсолютно по барабану, что вы пишете Если это не связано с каким-то интервью конкретным В плане моего взаимодействия с тем, у кого я беру интервью То тогда, конечно же, меня интересует ваше мнение Теперь по, собственно, самому контенту Многие были недовольны тем, что видео появилось так поздно Я сразу хочу извиниться перед всеми вами, но мы работаем в таком формате, что просто физически нет возможности выкладывать видео раньше То есть оно появляется, как только есть возможность его опубликовать Вы не думайте, что мы там просто отдыхаем, там сняли видео, а потом на следующий день такие Ну ладно, я его смонтирую, я его сделаю Нет, это не так Я прихожу вот сейчас, собственно, закончился турнир Я немножко посидел с игроками Попили мы пивка И вот я сейчас пришел, буду монтировать все интервью, которые я за сегодня заснял Монтировать буду дневник, так что я еще буду очень-очень долго сидеть и не спать Хотя мне достаточно сильно хочется спать Вы можете это видеть по моему состоянию, в принципе Так вот, еще по поводу контента Вы можете спрашивать, где, собственно, интервью на английском языке Я не записывал интервью на английском языке Можете мне бить палками за это, но есть на это несколько причин Во-первых, очень много иностранцев, зарубежных команд интервью давать не хотят А Эллы давать интервью не хотели Из Маус был готов давать интервью только Блэк, который уже к тому моменту, когда у меня появились мысли сделать с ним интервью Уже дал три интервью, не знаю кому, так что не вижу смысла делать с ним интервью То же самое, не вижу смысла делать интервью с Нутеллом, который в последнее время появляется абсолютно везде Не вижу смысла делать интервью с Лодой, который просто заполонил европейскую сцену, европейские сайты своими интервью Так что больше, собственно, ни у кого интервью я брать не хотел Я думал над EGM, но вот честно Не придумал я достаточное количество вопросов, чтобы задать ему А в английском языке мне довольно сложно ориентироваться То есть я довольно спокойно общался с игроками, с менеджерами команд Но это было не перед камерой, перед камерой я немного теряюсь в плане английского языка То есть если с русским у меня сейчас все хорошо Хотя я раньше тоже по листочку все вопросы я заучивал И только тогда я мог нормально вести интервью То сейчас я, в принципе, ни одного вопроса Там, вот, будет интервью с Фаником Я ни одного вопроса не готовил заранее Ну, как заранее, то есть не сидел там ночью Блин, что ж спросить его, что ж спросить его Я за 10 минут до интервью, собственно, я сказал Фаник, пошли и интервьюшку дашь Он говорит, попозже Я говорю, окей И я, собственно, эти 10 минут я подумал над вопросами Собственно, ему задал И вы, может, сможете их увидеть Интервьюшки сегодня было две Первая интервьюшка, она была такая официальная Вот с Фаником Как все привыкли видеть Вторая была в стиле арт-стайла Только никто не был пьян в этой интервью Это было интервью с Дредом Соло На 30 минут Так что, в принципе, там были моменты, которые Некоторые могли показаться скучными Могут показаться скучными и неинтересными Но я ничего не буду вырезать Потому что это интервью уникально Оно может доставлять вам веселье В самых разных местах Для каждого по-своему Я считаю, что это интервью очень удачно Оно без цензуры Оно с матом Я не знаю, как воспримет от моего Собственно, начальства Вроде как у нас запрещено Брать интервью с матом Особенно, когда интервьюер ругается Но в той атмосфере Вместе с Соло и Дредом У меня просто сами вырывались слова И я периодически ругался Так что не обессуйте Но интервью будет Будет в любом случае Я не знаю Если мне запретят его выкладывать Но мне не запретят его выкладывать Поэтому оно будет точно Так что она стоящая И всем она вам понравится Так вот Что с английским интервью Помимо того, что половина игроков С которыми можно было взять интервью Они не хотели давать интервью Например Come With Me по определенным причинам Не хотел давать интервью И собственно Он и еще некоторые игроки За мной Весь турнир Ходили Спрашивали You're from Prodota Я говорю Ну да Yes, yes I'm from Prodota Where's my money? Я сначала не понимал Что они имеют в виду Потом я все-таки понял Что это за деньги И чего они хотят Собственно Поэтому они интервью для Prodota Давать не будут Это их право Я их прекрасно понимаю И не настаиваю на этом Не было у меня Возможности Вот заучивать Писать Эти интервью Потому что Я все-таки Следил за турниром Я Пытался получить от него удовольствие Сидел постоянно За спиной в лад Потому что Смотреть Турнир Ну На арене Там где Тоби комментирует Невозможно Потому что Там стоит экран Он большой Он классный Но если ты сидишь Не на первом ряду Тебе загораживают Голову Другие Люди Которые сидят Перед тобой Ну так На пол экрана Я же человек Довольно Невысокого роста Поэтому Мне было довольно сложно За всем этим смотреть Поэтому я смотрел Все время Позади Вилата По поводу Вот этих Вот Заявлений Там Факер Лимонер Что-то там Вилату Я же читал Факер Носит чай Вилату Ну не знаю Честно говоря Даже не хочется Это комментировать Ну я сам Поднял эту тему Нет Я не лимонер Ни в коем случае Ну я не знаю Что добавить Вы можете считать Неким угодно Опять же таки Я работаю Для вас Немножечко для себя Но в большей степени Работаю для вас Хочу чтобы контент СНГ комьюнити получала Ибо Кроме меня Достаточно мало Людей берут Интервью На адекватном уровне То есть я не беру В расчет Нового интервьюера Virtus.pro Очень интересная личность Я имею ввиду Что Кроме меня Интервью в СНГ Берет только Ксео Из Нави Берет интервью По РБ На Старладерах Берет интервью Ice Из Empire И больше никого нет В то время как В Европе В Америке Этих интервьюеров Выше крыши Поэтому Я работаю для вас Для того чтобы У вас был контент И Не знаю вообще Зачем я эту тему поднял Но Суть в том что Вот эти комментарии Слушать ты лимонишь Кому то не очень приятно Потому что Ну Не сказать что Мы с Велатом Прям такие кореша Друзья Но Мы хорошие Приятели Что ли Знакомые И там Почему бы Если я Например Иду себе чай Долить А Велат в это время Комментирует Он меня просит Тоже сделать ему чай Почему бы Мне это не сделать То есть Вы бы сказали Там своему другу Что ли Там знакомому Иди нахуй Сам Делай себе чай Надо это запикать Или вырезать Нет Не буду я ничего Запикивать И вырезать Собственно Это Будет Немножечко Нецензурный Дневник Один мат у меня Проскочил Извините Ну и Подводя итоги Это был Интересный Турнир С огромным Количеством Дот Он меня Вымотал Потому что Я не привык Смотреть За таким Количеством Дот Подряд Матч 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 И Перерывов Почти не было Я Сделал Не могу сказать Что я сделал Максимум Котет Который мог Но Скучные Неинтересные Обходы По Студии По Залу Делать Не хотелось Потому Вы Видели Почти всю Арену На стриме У Тоби Вы видели Ну вы скорее всего Не видели Но я вчера Залил Около 20 фотографий На В альбом Нашей группе Вконтакте Пофотографировал Этот зал Так что Я не вижу Смысла В таких Скучных Видео Делать Какой-то Смешной Обход Ну или Типа Смешной Обход Как я делал В арене Не предоставлялся Возможности Потому что Я работал Сам У меня Не было Человека Который мог Ходить С камерой За мной Поэтому Это в принципе Максимум Того Что я мог Сделать Да Я мог Помучить Еще кого-то Из раксов Я мог взять Интервью с Йолом Я мог взять Интервью с БЗЗ Я мог взять Интервью с Дэнди С хвостом Но Я Считаю Что Нельзя Перенасыщать Интервью Если я возьму Сейчас Например Интервью с Хвостом Очередное Интервью То Через Месяц Или когда Там будет Следующий ЛАН Турнир Его брать Бессмысленно Я мог взять Интервью с Вилатом Но вы Две недели Назад Видели Как я Взял Очередное Интервью С Вилатом И Интересы От этого Минимум Поэтому Я не оправдываюсь Но я считаю Что я Сделал Немало Контента И Достаточно Для Двухдневного ЛАН Турнира В Польше На этом Все С вами был Фаркеров Увидимся Через Когда мы С вами Увидимся До скорого Мы с вами Увидимся Будет Третий Ебла Бла Когда я Приеду Из Польши Может Неделька Мне там Нужны Будет Перерывы И мы С инмейтиком Ворвемся И Устроим Вам Новый Ебла Блу Увидимся Пока Субтитры